Потому что давайте проведем некоторый параллель с Советским Союзом накануне его распада или уничтожения. Какова была мощность, мощь, боевой потенциал советских вооруженных сил в 1990 году? Небывалая, небывалая военная мощь, мощнейший, можно сказать, может даже самый мощный в мире военный потенциал ядерных, обычных вооружений, авиации, флота. Океанский флот был. И что? И чем эта мощь закончилась? Эта мощь закончилась распадом и уничтожением Великой Империи Советской. Поэтому сейчас говорить о том, что каково боевое состояние, боевой потенциал российских вооруженных сил имеет смысл, но в очень узком, скажем так, сегменте наших размышлений. Да какое значение имеет мощность российских вооруженных сил, боевой потенциал, правильно говорить, или мощь вооруженных сил? Если сама страна, ой, Господи, не хочется повторять эту фразу, помните, да, колосс на глиняных ногах, да? Не хочется ее повторять, она казалась ложной. Но тем не менее прогнившее, совершенно антинародное, антирусское государство, какую армию она имеет? Да из таких же контрактников, из таких же продажных, да, продажных офицеров и генералов, потому что покупаются должности, звания, продвижения, места службы. Вот какое значение имеет тактико-технические показатели тех или иных образцов вооружения? И вот здесь я хочу, очень правильно, скажем так, подвели меня к одному подвопросу. А реально-то что у нас имеется? Нам показывают, там, чуть ли не 10 махов гиперзвуковые ракеты. Циркон вот-вот-вот воюет уже в серийное производство. Ну, послушайте, ну, воюют они образцы вооружения, воюют минимум батальоны, полки, бригады, дивизии. Покажите мне полк на К-52, это наши ударные вертолеты. Его нет. Покажите мне полк на Армате, это, Т-14. Его нет, может, и слава богу, что нет. Потому что в Советском Союзе было танков больше, чем все в Европе вместе взятые в три раза. И куда потом эти танки сиделись, их потом стыдливо на эшелонные увезли в регион Сибири, где их разрезали, отрезали им стволы. Это было зрелище, грело душу американских наших заклятых партнеров. Партнеров, да. Да. Вот чем закончилась вот эта боевая мощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!